Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который по великой своей любви и милости спас нас, оправдал нас и даровал нам эту прекрасную возможность, чтобы быть в Доме молитвы. Бог установил светило небесное для того, чтобы мы могли исчислять то время, которое нам отпущено, наблюдать за этим временем. И когда небесные светила совпадают так, как они выпадают в этом году, и приходит суббота, то можно сказать так, как говорит Священное Писание, «И был тот день, суббота великая». Пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть сделает наше сердце способным услышать Слово Господне, способным принять это все верою. Когда мне было сказано, что мы хотим, чтобы ты поделился словом здесь в субботу утром, конечно же, я размышлял, молился, просил у Господа мудрости, чтобы он дал то слово, которое необходимо нам сегодня. Давно лежит у меня на сердце эта тема. Я в некоторых разных вариантах ее неоднократно уже говорил, но хочу сегодня еще раз поделиться это с вами. Говорить сегодня можно на многие темы. Можно говорить о Спасителе нашем Христе, и это будет точка, которая действительно является, Он является нашим Мессией, Христом, Господом, Спасителем, Избавителем. Можно говорить о том, какими мы должны быть бесквасным тестом, как мы должны быть в чистоте и святости, служить Богу. Но, перебирая все темы, я почему-то остановился на одной, которую я считаю сегодня наиболее важной. Я хочу говорить о нашей вере. Я хочу, повторю еще раз, я хочу говорить о нашей вере. Вот смотрите, сегодня несколько групп, несколько групп братьев-сестер пели псалмы, и неоднократно там звучали такие слова «Бог мой», «Бог мой». Что значит, когда мы говорим «Бог мой»? Что это значит для нас? Вот, например, я, смотря сегодня на всех вас и стоя перед вами, могу смело сказать так, как сказал когда-то апостол Павел в послании к римлянам, первая глава, 16 и 17 стих. Он сказал так. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». В нем, в этом благовествовании открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Как написано. Что написано, братья и сестры? Праведный верою жив будет. Праведный человек будет жив верою. Евреям, 11 глава, 6 стих. Апостол, когда пишет это послание, говорит такое слово. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Самое первое, что должно быть в нашем сердце, это живая и действенная вера. С этого все начинается. Без веры Богу угодить невозможно. Нужно, чтобы в нашем сердце была эта живая и действенная вера. Чтобы она горела там внутри нас и вела нас по пути к спасению, по пути к жизни вечной. При этом я хочу сказать, когда люди пытаются разделить два этих слова, о которых мы слышали, они могут иметь в жизни серьезную проблему. О чем я говорю? Я говорю, что можно верить в бесправедность. Порой так люди думают сегодня, что главное – это вера. Но Писание говорит не так. Она говорит, праведной верою жив будет. Праведной верою жив будет. Все свои сознательные годы жизни я искренне хочу и откровенно сейчас поделиться с вами. Фактически я стараюсь сделать то, что понимая, что есть много разных людей с разными мнениями, пониманиями, взглядами, но служа одному Богу, сделать так, чтобы мы могли существовать. Вот вмещать один другого, вот понимать один другого, снизойти друг к другу. Говорят в народе так, сколько людей, столько и мнений. Так действительно бывает. У каждого читает он Писание, говорит, я это понимаю вот так, а другой читает и говорит, а я совсем по-другому, чем ты понимаешь это сегодня. Я часто задумываюсь сам себе, почему это так? Почему люди, читая одну Библию, служа одному Богу, исповедуя одного Иисуса Христа своим Мессией и своим Спасителем, в результате, оказывается, верят очень по-разному. Очень по-разному происходит вера ихняя. И вот тут я снова переношусь вот в эти вот слова, которые у нас сейчас высвящены. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Я не буду сегодня спрашивать вас, так это или не так. Я точно знаю, что это так, что многие из вас слышали от своих детей. Мы не верим так, как верите вы. И я точно знаю и другое, что многие родители со слезами говорят, наши дети не верят так, как мы. Я еще раз говорю, я не буду этого спрашивать, потому что я это знаю. Я говорил, беседовал со многими, которые именно так и говорят об этом. Задается вопрос, а почему это так? Где корни этого лежат? Где причина того, что так оно произошло, и это все случилось? Я хочу вместе с вами перенестись в другое место Священного Писания, это Римлянам 4.3. Это послание писал когда-то святой Божий человек, апостол. И когда он писал его, он начал его таким вопросом. Что же говорит Писание? И задается знак вопроса. Что говорит Писание? А что говорит нам Писание? А Писание говорит, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Помните, я просил вас сегодня два слова. Вера и праведность, их не надо разделять между собою. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То, что он поверил Богу. Скажите, а как это произошло? Как случилось то, что Авраам поверил Богу? Сейчас я вам расскажу историю, которой нет на страницах Священного Писания. Но сынам и дочерям Израиля это рассказывают с детских лет возраста их. Есть у народа израильского такая история. Когда Авраам вместе со своим отцом жил в Урих-Алдейском, отец Авраама был идолопоклонник. Мы действительно можем видеть, что и родственники Авраама, включая Лавана, который стал тестем Иакова, они имели богов у себя дома. Помните, Рахилий с собой захватила, когда Иаков уходил от Лавана. Захватила с собой богов отца своего, идолов своих. Так вот, правда это или неправда, я не знаю. Я в то время не жил, а в Писании этого нет. Поэтому расскажу это только лишь как историю. У отца Авраама был магазин, в котором он делал глиняных богов, идолов и продавал их людям. В один из дней он ушел и оставил свой магазин на Авраама. Авраам в это время очень сильно пытался познать веру в Бога. Он пытливо искал ответы на свою веру, на то, как все верить. И он стал внимательно смотреть на всех этих идолов. И вот хотел узнать, какой же из них истинный, которому надо служить. Он взял палку, подошел первому и ударил по нему. Ну, он рассыпался, он разбился, он говорит, ну какой бог может так разбиться. И он подходил к одному за другим, разбивая одного за другим, одного за другим. Но когда их осталось уже немного, точнее только один, до него вдруг дошло, а скоро придет его отец. И что будет ему тогда, после того, когда он уничтожил весь доход, весь бизнес своего отца, он разрушил. И он тогда взял, вложил палку в самому последнему башку идолу, который остался. И когда пришел отец, сказал, Авраам, что ты наделал? Он сказал, отец, это вот он сделал. Он говорит, он не живой, как он может это сделать? Он говорит, а если он не живой, как ты ему служишь? Как ты можешь служить Богу, который не живой, в которого ты не веришь, который ничего не может сделать, которому палкой дашь по голове, он рассыпется? Как можно верить такому Богу? Еще раз, это только лишь история. Но говорит нам Священное Писание, и мы снова вернемся в этот стих, Римлянам 4.3. Поверил Авраам Богу. И это, что он поверил, вменилось ему в праведность. И он вышел из родства своего. Да, он мог бы тоже, может быть, так сказать, я не верю так, как верит мой отец. Но он вышел из родства своего, потому что он услышал голос живого Бога и поверил в живого и истинного Бога. Поэтому, когда мы эту же самую главу читаем дальше, Римлянам 4.9, блаженство сие относится к обрезанию или к не обрезанию, задает вопрос апостол Павел. Вот как оно? В обрезании или в не обрезании? Апостол Павел отвечает, мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Его вера, как он поверил, его вера, она вменилась ему в праведность. И знак обрезания он получил, как печать праведности. Это следующий стих, одиннадцатый. И знак обрезания он получил, как печать праведности, через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы им вменилась праведность. Он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезании. Вот об этом я сегодня хочу говорить. вопрос мой, ходим ли мы по следам веры отца нашего Авраама? Вот это мой вопрос, который я хочу задать себе и всем нам. Ходим ли мы по следам веры отца нашего Авраама? Потому что Аврааму были данные обетования, что он будет отцом множества. что в нем благословлятся все народы. И его вера поставлена в пример подражания всему миру, всему человечеству, всем людям без исключения. Далее. Именно в Аврааме, именно в Аврааме берут свое начало то, что делит сегодня очень многих людей. И то, что люди привыкшие называть Ветхий Завет, и то, что люди говорят Новый Завет, и на этом очень много и очень часто делятся люди, они обои берут начало в вере отца нашего Авраама. Почему я так говорю? Потому что в послании к Галатам апостол Павел, раскрывая эту мысль, Галатам 3,16 сказал такое слово. Но Аврааму даны были обетования и семени Его. Не сказано и потомкам, и потомках, как бы о многих, но как бы об одном и семени Твоему, которое есть Христос. И следующий стих начинает открывать великую тайну, великой милости Господней, как Бог совершал все это. Я говорю то, говорит апостол Павел, что завета о Христе прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. 430 лет до того, как дан был закон на Синаи, 430 лет уже Богом был утвержден завет о Христе. Утвержден завет о Христе. Поэтому я говорю, когда люди сегодня, вот все эти разделения, которые происходят, не понимая того, вот это, 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 это принимаем, это не принимаем, это исполняем, это не исполняем, 430 лет до того, как дан был закон на Синаи, утвержден был завет о Христе. Как это происходило? Давайте мы перенесемся в далекое время. Бытие, 22 глава, я буду читать небольшой текст с 1 по 8 стих. И было после тех происшествий. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, вот я. Что предшествовало вот этим словам, вот этому разговору Бога с Авраамом? Что предшествовало ему? Предшествовало, что Авраам вышел из родства своего. Авраам с Богом уже заключил завет, когда Бог произошел между вот этими разрубленными животными, когда напал вот этот страх и ужас на Авраама. И когда Бог сказал, Авраам, я твой Бог, не бойся, я твой щит. Авраам, ты будешь благословение всем народам, где бы ты ни пошел, где бы ты находился, в тебе благословлятся все народы. Посмотри на небо, вот сколько звезд ты видишь на небе, вот столько будет многочисленное твое потомство, сколько песка на берегу морском, вот такое будет многочисленное твое потомство. И в то же самое время у Авраама нету детей. Нету детей. И в какой-то момент он говорит, Господь, вот мой слуга, вот этот вот Илиазер, раб, он должен стать моим наследником. А Бог говорит, нет, он не будет твоим наследником. Ну как же, я состарился, жена моя состарилась. О чем идет речь? Авраам, я тебе сказал, у тебя будет наследник. И вы знаете, я вот почему-то твердо верю, вот эта вера Авраама, она была действительно такая вера, такой пример для нашего подражания. И в конце концов у Авраама рождается сын. Какая это радость Аврааму, какая это радость Сары. Сын родился долгожданный, тогда, когда уже казалось невозможно было ему родиться, тогда, когда уже по-человечески это было невозможно. Но это было дитё обетование. И вот это дитё возрастается на радость отца, на радость матери. Как они видят и смотрят наш сын, наше благословение, обетование, данное Богом, которое Он нам всем дал. И вот разговор Авраама с Богом. Авраам говорит Бог ему. Авраам говорит, вот я, Боже, вот он я. Возьми сына твоего, это второй стих 22 главы, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и поди в землю морю и принеси его во всесожжение на одной из гор, которой я скажу тебе. Я здесь специально сделаю паузу. Я хочу, чтобы вы каждый встали на место Авраама. Вот на какой-то момент отцы и матери. Прочувствуйте это. Вот ваша вера. Такая же, идём ли мы по следам веры овца нашего Авраама? Бог говорит, единственного, единственного твоего сына, единственного, принеси его мне во всесожжение на одной из гор. Я покажу тебе эту гору, ты иди и принеси его. Писание не оставляет это в тайне. Какова была реакция Авраама? Сказал ли он что-то сары? Что он переживал? Что он чувствовал? Что было в его сердце? Вот что говорит нам Священное Писание. Следующий стих. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взяв с собой двух отроков и Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения, встав и пошёл на место, сказал ему Бог. Друзья, а что это было за ночь? А что это было за ночь у Авраама? Так как Писание говорит, что это встал рано утром, это говорит, что ему вечером Бог сказал. В предыдущий день он сказал, принеси сына своего в всесожжение. Вот эта ночь. Что переживал Авраам в эту ночь? Когда Бог ему говорит, принеси сына своего во всесожжение. Четвёртый стих, пожалуйста. На третий день Авраам возвёл очи свои и увидел место издалека. Запомните слово в третий день. Это я позже поясню, почему. Просто запомните его сейчас. В третий день. Вот просто так. Возьмите для себя и запомните это слово. Третий день. Третий день Авраам увидел это, увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь здесь со слом, а я и сын мой пойдём туда, поклонимся и возвратимся к вам. Братья и сёстры, какая вера? Вы подумайте только, какая вера у Авраама? Бог ему сказал, иди и принеси, он идёт его приносить. Но говорит своим отрокам, своим слугам, мы возвратимся к вам. Мы возвратимся к вам. Взял Авраам дрова для всесожжения, возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. Я представляю себе эту картину. Всё-таки у меня тоже есть сыновья. Вот ты идёшь, и рядом с тобой идёт твой сын. Он несёт на себе вязанку дров, и ты тоже внесёшь всё необходимое для жертвопроношения. Вы поднимаетесь по тропинке в горы, и в этот момент твой сын начинает с тобой говорить. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, вот просто подумайте, что ты слышишь в этот момент. Отец мой, вот я, сын мой, вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? Мой отец, я от тебя хочу получить ответ. Я чего-то не понимаю. Я много раз видел, как ты приносишь жертву. Я много раз видел, как эта жертва происходит. Вот огонь и вот дрова, а где же жертва? где же жертва, отец мой? Где же эта жертва? поставьте каждый себя на место Авраама и дайте ответ вашему сыну. Просто дайте его, что бы вы сказали. Сейчас нам легко говорить, потому что мы знаем ответ Авраама. мы его очень хорошо знаем. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения сын мой и шли далее оба вместе. Вот почему-то я думаю, что после этого они шли дальше молча. Вот почему-то я так думаю. Может быть и не так, я не знаю. Я просто вот переживая те эмоции, те чувства, которые переживал он в тот момент, я бы не знал, что еще говорить. Вот действительно, я просто сын мой. Господь усмотрит себе агнца во всесожжение. Идут они дальше. Проходят они на место, которое я указал ему Бог. Значит, это было точно указанное место, где и как, когда оно должно совершаться. Авраам начинает из камней складывать жертвенник. Вот он берет камни, складывает этот жертвенник, берет на этот жертвенник разлагает дрова и в этот момент он подходит к сыну своему и начинает его связывать. В какой момент сын понял, что он жертва? Вот просто подумайте, где был тот момент, когда сын это понял. Ну-ка, молодые люди, представьте себя на месте Исаака. Что бы сделали вы, если бы ваш отец так с вами поступал? Дали бы вы себя связать? Дали бы вы себя положить на жертвенник? Что бы вы чувствовали, что бы вы думали, что бы вы переживали в этот момент? Пришли на место, девятый стих, о котором сказал Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, связал сына своего и положил его на жертвенник поверх дров. Когда я представляю себе эту картину, когда я размышляю о вере Авраама, когда я просто размышляю о вере Авраама в этот момент, для меня просто, ну не знаю, вся внутренность моя взволнуется об этом. Десятый стих это вообще ужас даже читать. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Отцы, ну-ка представьте себя на месте Авраама. Бог вам говорит, и вы простираете нож над своим сыном. Когда уже был занесенный этот нож, ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, и он сказал, вот я, вот я, не поднимай руки на отрока твоего, не делай над ними ничего, ибо теперь я знаю, Бог говорит, теперь я знаю, что ты боишься Бога. Теперь я это знаю, что ничто никогда тебя не остановит. Боишься ты Бога. Настолько ты боишься Бога, что ты даже не пожалел сына твоего. Ты даже не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. вот это когда утверждался завет о Христе. Вот это то, о чем писал апостол Павел Галатов. Ибо завета о Христе прежде Богом утвержденного закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Вот почему Авраама Бог называл другом своим. Вот почему его вера поставлена в пример всей веры, всех людей, всех, которые есть на этой планете Земля. И задается вопрос сегодня нам, а идем ли мы по следам отца нашего Авраама? Идем ли мы по следам его веры, как верил он? Поступаем ли мы в этом мире, так, как поступал он? 13 стих говорит, и возвел Авраам очи свои, и увидел позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна, принес его во всесожжение вместо Исаака сына своего, и нарек Авраам имя месту тому, Ягвы Ири, Господь усмотрит. И говорит на горе Ягвы усмотрит. И вторично возвал к Аврааму ангел Господин с неба и сказал, вот здесь я хочу остановиться, вот здесь я хочу, чтобы мы все очень просто услышали это слово. Через ангела Господня по сути говорил Сам Великий Бог, и Он сказал такое слово, Мною клянусь, говорит Господь. Я не знаю, есть ли какая-то клятва выше этой клятвы. Я думаю, что нету. Я думаю, что нету. Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословляться всеми твоем, все народы, за то, что ты послушался глазом моего. Мною клянусь, сказал Господь. Господь поклялся самим собою. Позже апостол Павел напишет в послании к евреям такое слово, дабы в двух непроложных вещах, которых невозможно Богу солгать, он употребил посредством клятву. Такую клятву, в которую он поклялся Аврааму, где он сказал, Авраам, я мною клянусь. Я твердо верю, что эта клятва, она имеет такую силу, что до сегодняшнего дня она действует, до сегодняшнего дня она имеет такую же силу. Но вопрос-то сегодня о нашей вере. Вопрос-то сегодня о том, как верим мы. Давайте мы на мгновение перенесемся в то далекое время и еще раз подумаем, что чувствовал Исаак, что переживал Исаак, когда отец его связал и положил его на жертвенник. Я почему задал молодым людям вопрос, а как бы вы себя повели? Стали бы вырываться, стали бы убегать, сказали бы отец, не хочу верить такому Богу, который меня говорит в жертву пронеси. Не хочу служить такому Богу, не хочу знать такого Бога. Я просто хочу, чтобы каждый из нас сегодня осознал, понял, что пережил или предчувствовал Исаак. Когда мы читаем Священное Писание и видим, что Исаак вместе со своим отцом Авраамом спускался с этой горы, что было в этот момент в сердце Исаака? Что было в его сердце? Вера. Живая и действенная вера. Он верил в живого и истинного Бога. Поэтому завет, который был заключен с Авраамом, был также заключен и с Исааком. Потому что видел Бог, что Исаак верит, так как верит отец его Авраам. Видел Бог, что это живая и действенная вера. Видел он то, что происходит в сердце у этого молодого человека. Знаете, почему он поверил? Знаете, почему он не вырывался, когда отец его связывал? Потому что он знал дела отца своего. Потому что он видел веру отца своего. Он видел веру отца своего. Поэтому у него не было сомнений, поэтому у него не было тревоги, потому что он в отце своем, у своего отца видел живую и действенную веру. Вот почему Христос много лет спустя произнесет такие слова. Евангелие от Иоанна 10 глава 14 и 15 стих. Я есим пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. Вот то, что было у Авраама и Исааком, это было то, что здесь мы видим у отца сына. Я знаю отца и отец знает меня. Проблема, которая сегодня мы говорим, в чем же проблема, почему теряется вера, да очень просто, что очень часто молодые люди не видят и не знают веру отцов. И отцы не видят и не знают веру детей. Вот почему когда Бог приготовливал приход Иисуса на землю, Он впереди послал Иоанна в духе Илии. Для чего Он его послал? Кто уже помнит? Пророк Малахий о чем предсказывал? Возвратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришедший не поразил землю проклятием. Вот почему когда Захария находится в храме Божьем и ангел Господень ему является и он говорит ему твоя жена зачнет и родит сына и он будет исполнен и духа святого от чрева матери и он возвратит сердца отцов к детям и детей к отцам и непокоривым даст образ мыслей праведника. Он это сделает. Он будет выравнивать все кривизны. Он пройдет перед Господом чтобы приготовить путь Господу прямым и сделать в степи стези ему. И он пришел. Он пришел и родился в этот мир. Я говорю сегодня о нашем Мессии о Христе и о Спасителе. И он принес веру которая была по следам веры Авраама отца нашего. И он во всем показал себя верным и праведным и святым и непорочным и искушен был во всем кроме греха. И все-таки люди его осудили. И все-таки они в своей жестокости злобе своих сердец приговорили его к смерти и распяли его страшной смертью. Но помните я вам говорил запомните вот эти слова в третий день. Вот сейчас я хочу перейти к этому событию в третий день для того чтобы укрепить нашу веру. В третий день Господь на этой планете земля на которой мы живем когда закончился третий день поставил светило солнце и луну и начал исчисление времени. Солнце для управления днем и луну для управления ночи. В третий день если вы просто я не буду останавливаться у меня для этого нет времени произошли величайшие события на земле. Одно из них оно совершилось во дни когда Есфирь была женою Артаксеркса. Вы знаете с каких-то пор я стал внимательно относиться к датам к событиям к числам которые описываются на страницах Священного Писания. Вот помните был такой нечестивый человек Аман и он написал письма он написал письма и эти письма он разослал по всей стране где жили народ израильский. Кто из вас знает в какой день вестники поехали с этими письмами по всей земле. Вот в Писании написано 13 Ниссана Авива или так точнее 13 Авива они поехали по всей вселенной по всей земле эти вестники услышал об этом Мардахей разодрал одежды свои посыпал голову пеплом подошел к царскому дворцу потому что там племянница его царица а его не пускают потому что никто кто посыпал голову пеплом не мог входить услышал об этом Ниссфирь послала слугу своего что такое ты думаешь ты избавишься во дворце царском ты одна там спасешься когда все обречены на погибель ты спасешься там одна и вы знаете она говорит нет берите пост поститесь три дня и вы знаете и в третий день и в третий день она предстала пред Артаксерсом кажется ну что здесь такого третий день она предстала пред Артаксерсом ну просто посмотрите на дни посмотрите на события которые происходят всего этого в третий день она предстает и вы знаете увидел ее Артаксерс а она не могла являться перед ним будучи незванна искажилось лицо его от злобы она от страха сознание стала терять упала на голову своей служанки увидел он ее такой слабой сменился гнев на милость простер скипетр свой в третий день явилась милость явилось избавление ну ладно можно сказать это просто совпадение в какой-то в числах но давайте мы прочитаем то что пророк Осия сказал тоже пророческое слово Осия 6 глава 1 по 3 стих в скорби своей в скорби своей они от раннего утра будут искать лицем его он восставит нас мы будем жить пред лицем его в третий день я сейчас следующим стихом хочу обратиться ко всем нам следующим стихом из книги пророка хаоси итак познаем будем стремиться познать Господа как утренняя заря явления его и он придет к нам как дождь как поздний дождь оросит землю братья и сестры я призываю вас сегодня к этому стремиться познать нашего Господа иметь такую веру которая должна быть у нас в нашего Господа верить так как верил отец наш Авраам который готов был все когда Господь он знал голос Господа он знал что ему надо верить ему надо доверять и он он всегда усмотрит он всегда сделает и Господь не только усмотрел жертву вместо Исаака он усмотрел и большую жертву ту жертву которая была приготовлена от самого сотворения мира для спасения всего человечества эта жертва была приготовлена но она была в тайне люди не знали об этом не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Потому что премудрость мы проповедуем между совершенными, но не премудрость века сего, но премудрость тайную, сокровенную, которую никто из века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но Господь славы явился, оставив славу небес, пришел на эту землю, проповедовал свое слово, свое Евангелие, свою истину, пришел на тот день, который он был предназначен, ибо в тот день, сказал пророк Захария, живые воды потекут из Иерусалима. В тот день, сказал Господь, откроется источник для омытия греха и нечистоты. В тот день, когда человек может получить прощение за все, что он делал в своей жизни, обращаясь к этому источнику, понимая силу и значение этого. Это тот день, когда он пришел. И казалось, что случилось в тот день, люди, приговорив его к распятию, распяли его. И казалось, вот он, вот она все, он умер, он умер. Ученики разбежались. Петр говорит, я иду ловить рыбу. Но вы знаете, он столько раз им говорил, сын человеческий будет предан в руки людей. Но закончится тем, что его предадут в руки людей? Нет. Он воскреснет. В третий день, как он сказал, он воскреснет. Друзья, я обращаюсь сегодня к каждому из нас. Понимаем ли мы сегодня силу этого воскресения? Произошло ли такое воскресение в жизни каждого из нас? Потому что Священное Писание говорит, чтобы мы познали силу воскресения Иисуса Христа. Поняли, что Он хочет для каждого из нас. Чтобы мы осознали всем своим естеством и поверили так, как верил Авраам. Поверили так, как Господь хочет видеть сегодня веру в каждом из нас. Я снова возвращаюсь к тому стиху. Книга пророка Осии, 6 глава, 3 стих. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его. И Он придет нам, как дождь, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Когда мы будем Его искать, когда мы будем стремиться Его познавать, Он оросит нас. И мы очутим на себе эти потоки благодати Божьей. Эти потоки милости Божьей, которые Он хочет, чтобы они изливались на нас. Друзья, мы сейчас будем молиться. Прежде чем мы будем молиться, я хочу, чтобы каждый из нас внимательно посмотрел на свою веру. Вы знаете, никто не знает, что внутри нас. Никто не знает, как мы верим. Никто не знает, что на самом деле мы из себя представляем. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Но священное говорит, Писание, Павел пишет и говорит, вникайте в самих себя. Помните такой стих? Внимкайте, а в что должны мы вникать? Следующий, кто помнит, что сказано? Вери ли вы? Вот в чем мы должны все время вникать. Мы в вере? Мы в вере сегодня? Это то, что должно быть ответ каждому из нас лично. Вери ли я? И сейчас мы будем молиться. Я скажу следующее. Я безгранично благодарен великому Богу за то, что Он так любит меня, за то, что Его любовь, она превосходит всякое разумение всякого человека, что Он отдал Сына Своего, что Он пришел на эту землю, пострадал, умер, но и воскрес. Слава Ему во веке. Аминь.